Я заметила, что, может быть, и ты, Стефан, тоже, что Симферополь действительно стал чище. Это трудно не заметить. А я хочу еще рассказать, что не только Симферополь, а весь полуостров преображается и становится чище. О чем мы можем поговорить с нашей следующей гостью? Она у нас сегодня даже в гостях не одна. Да, у нас сегодня действительно гости. Это Анастасия Иванова, президент благотворительного фонда «Наследие Крыма» и... И Валерия Малафеева, волонтер благотворительного фонда «Наследие Крыма» и, мало того, художник. Доброе утро! Доброе утро! Я рада снова вас приветствовать в нашей студии. Мы вот только что со Стефаном, я думаю, что весьма справедливо заметили, что Крым преображается. Преображается, становится чище. И я знаю, что во многом мы обязаны и волонтерам, которые как раз-таки участвуют в акции «Чистый Крым». Расскажите, пожалуйста, об этой акции подробнее. Проект «За чистый Крым» у нас родился в связи с тем, что наш фонд занимается вопросами, связанными с культурно-историческим наследием, с сохранением и защитой культурно-исторического наследия. И вы знаете, чтобы добраться иногда до мест культурно-исторического наследия, надо сначала расчистить территорию, да, то есть начать, как говорится, с малого. Мы привлекли людей, которые... Да, Анастасия, вы же как раз-таки нам рассказывали, что у вас и приезжают действительно со всей страны, наверное, да, ребята? Да, 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 это больше 25 регионов. Это и Ленинградская область, Новосибирск, Тольятти, Республика Коми, Белоруссия. Ну, то есть масса регионов откликнулась на наш проект, предоставляем ребятам, товарищам в возрасте от 18 до 55 лет, во-первых, трехразовое горячее питание в хорошем кафе, это питание в кафе «Вкусная, здоровая пища», оно «Петрушка» называется, набережная улица, дом 6, по-моему, да, адрес. Значит, дальше у нас предоставляется проживание в пансионате Днепр. В любом случае, мы понимаем, что у ребят, мало того, что они приехали доброе дело сделать, у них куча положительных эмоций, да? Интересно, наверное, как досуг свой проводят, помимо прочего? Значит, график работы там два через два, соответственно, ребята ходят в походы, знакомятся друг с другом, возникает дружба, какие-то интересные рассказы. Ну, вот Валерия больше расскажет, это художница, причем я хочу отметить, что в этом году у нас особо творческий коллектив, это художники, реставраторы, преподаватели иностранных языков, понимаете, вот такая творческая интеллигенция, как раз мы своим проектом доказываем, что жива еще творческая интеллигенция, которая работает на благо страны. Вот Валерия как раз... Психологи, две девочки у нас были, студентки вообще, они оперная певица, и, в общем, музыканты, и художники. Ну, в основном вот в этом году много художников. Ну, мы ходим в походы, нам вот представитель фонда, как бы очень интересный человек, который сам очень любит Крым, и много всего знает, он сам из местного населения, и он все горы нам показывает, мы, в общем, и на все водопады ходим, и у нас очень интересная программа, досуговая. Ну, и я, насколько знаю, вот, и как раз таки знаю, что и Стефан, гораздо об этом рассказать, что очень многие участники, они как раз таки, это творческие люди, которые приезжают сюда. Вот, а с какими... Частичку доброго дела здесь делаем. И это чувство морального еще удовлетворения в основном, потому что мы хотим, чтобы Крым был привлекателен для наших туристов, это вообще для всех туристов, для отдыхающих. И мы делаем доброе дело, мы, как бы, очищаем всю набережную, мы все время в порядок ее приводим вот в течение целого дня, с пяти утра до полодиннадцатого вечера. Ничего себе, прям такой насыщенный график. Это посменно, естественно, посменно, то есть ребята работают по четыре часа, то есть там две смены. Две смены, да. И вы знаете, вот важно понять, что наводить порядок в своей стране... Он как раз и доказывает, что вы посмотрите, какие люди приезжают. Хотя мы для малообеспеченных сначала думали, будут поедать малообеспеченные. Нет, малообеспеченные продолжают сидеть перед телевизором, смотреть какой-то телеканал сомнительного качества. А вот приезжают творческие люди, которые умеют думать, умеют думать на благо страны. Вот это, понимаете, вот это приятно очень. Скажите, а когда акция была учреждена? Она учреждена была три года назад. И сейчас, вот как раз в этом году нас поддержал фонд президентских грантов, за что ему очень большое спасибо. Значит, и вот уже существует третий год. Я надеюсь, что эта практика будет развиваться. И нам, конечно, сейчас нужны и некоммерческие организации, которые поддержат наш проект в других регионах. Пожалуйста, фонд «Наследие Крыма», обращайтесь, и мы расскажем, как это все организовать. А вот удалось уже подвести какие-то итоги? Сколько мусора в этом году только удалось убрать уже? Вот в прошлом году наши волонтеры убирали площадь, равную 19 600 квадратных метров. В этом году мы подведем итоги 15 октября. У нас как раз закрытие сезона. И мы будем подводить итоги, что было сделано. Мы планируем сделать такие еще примерно в сентябре субботники с привлечением местных жителей, с привлечением отдыхающих, кто захочет. Мы предоставим обед вкусной и здоровой пищи. Надеюсь, кафе «Петрушка» нас поддержит. Извините, пожалуйста, это реклама, мы не можем в эфире. Хорошо, да-да, извините. А так, в целом, мы планируем провести два таких масштабных субботника. Нам просто надо определиться, какие места в городе Алуж-то надо убрать. Самые проблемные, я так понимаю, это набережная, да? Да. Потому что больше всего. И сколько участников уже в этом году? И какие условия нужно соблюдать? Допустим, возраст старше 18-ти, чтобы стать участником акции? Чтобы стать участником акции, надо быть совершеннолетним гражданином Российской Федерации, не имеющим противопоказаний к физической работе. Кроме того, необходимо все-таки соблюдать режим дня, потому что у нас ранние подъемы в 5 утра. Ребята встают с 5 утра. Мы встаем, потому что в 5 утра у нас начинается уже работа. Вот, понимаете, раньше. Мы понимаем, как это будет. Да, то есть, ну, необходимо строго соблюдать режим дня, то есть, права других волонтеров, которые еще спят в это время, к другой смене готовятся. Тише, да, вести себя тоже, по крайней мере. Да, 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 да. В целом у нас так достаточно... Но главное желание. Главное желание, да, и... Принять участие в хорошем деле. А напомните, сколько по времени проект этот проходит длится? Он длится... В этом году он начался с июля месяца по 15 октября. Ну, в целом, как правило, это получается, можно участвовать от 14 дней до конца вообще. Можно, наверное, на все лето, вот как Валерий на все лето к нам приезжает. А много таких людей, которые вот на все лето приезжают? Вот получается, что пока не так много, потому что мы особо не занимались ранее рекламой такой профессиональной, да? Только с вашей подъемкой. Ну, в прошлом году несколько человек было, в этом году пока я, да. Да, так что у нас постепенно появляются постоянные волонтеры, на которых держатся вот проекты. Если сейчас это Алуш, там, может быть, в прошлом, в следующем году планируете освоить какие-то новые регионы? Да, вы знаете, мне бы хотелось, чтобы Ялта подключилась. Ялта подключилась к этому проекту и другие города Южного берега Крыма, потому что без волонтеров справиться с задачей, связанной как раз вот с обеспечением туристического сервиса, достаточно сложно, на мой взгляд, силами каких-то частных этих дворников, поэтому... Спасибо вам большое, спасибо, что пришли к нам. Я напоминаю, что у нас в гостях была Анастасия Иванова, президент благотворительного фонда, наследие Крыма, юрист и общественный деятель. А также Валерия Малафеева, волонтер благотворительного фонда того же. Ну а дальше мы продолжим эфир и расскажем о знаковых событиях, которые произошли в истории в этот день.